Привет всем, мои дорогие! Спасибо, что заглянули ко мне на огонёк. И это видео будет о второй посылочке из Литвы от Пинги. Очень долгожданной посылочке, между прочим. Я ждала эту посылочку целый месяц. Пинга, большое тебе спасибо, мне очень она понравилась. Но, к сожалению, не обошлось без отрицательных моментов. В процессе ожидания посылки мы с Ингой испытали кучу отрицательных эмоций. Сейчас объясню почему. Дело в том, что посылка была отправлена месяц назад. Она была зарегистрирована, застрахована, всё сделано по всем правилам. После отправки Инга сразу же мне выслала копию квитанции, на всякий случай, там где был указан регистрационный номер. Пока посылка была на территории Литвы, всё шло замечательно. Мы отслеживали каждый день, что там происходит с посылкой. Она отправилась из почтового отделения в распределительный центр. И там, из этого центра она отправилась на экспорт. Собственно говоря, на этом экспорте все данные о посылке поступать перестали. Примерно через две недели после записи об отправке на экспорт, я стала дергать за все веревочки, какие только могла. Я написала письмо в Роспотребнадзор, я написала письмо в Клиентский центр Почты России. Роспотребнадзор мне ответил, что они не занимаются пропавшими посылками, они занимаются только теми посылками, которые уже пришли, но по какой-то причине они шли долго. То есть они занимаются выяснением причин, почему посылка шла долго, почему сроки доставки посылок Почты России не соответствуют нормативам. Клиентская служба Почты России мне ответила, очень, кстати говоря, интересный ответ. Они мне, значит, написали примерно следующее, что так как в трекинге не была оставлена запись Почты России о том, что они приняли эту посылку каким-то образом, то доказать то, что посылка оказалась на территории Российской Федерации в ведении Почты России никак нельзя. Соответственно, никаких попыток по поиску посылки Почты России предпринимать не будет, потому что нет никаких данных о том, что эта посылка каким-то образом вообще попала в руки Почты России. В общем, как-то так. Мы вообще были в шоке обе с Ингой и знали, что делать. Инга тоже по своим каналам стала дергать девочка из Литвы. Ну и Олесь в Сашину пупсика стала спрашивать еще каких-то своих знакомых девочек. Все называли абсолютно разные сроки доставки из Литвы в России, кто две недели, кто 45 дней, там все по-разному. Мы, конечно, понимали, что сейчас еще такое время горячее. Перед Новым годом все делают покупки в интернет-магазинах, все высылают своим знакомым, родным друзьям подарки и так далее. И, естественно, почта перегружена. Но, тем не менее, это же не повод для того, чтобы не делать отметки о статусе посылки. Согласитесь. Инга уже готова была подать заявление на розыск посылки у себя в Литве. Единственное, что они сказали, что такие заявления принимаются через 45 дней после отправки. И мы вот просто ждали этот срок. И вы не представляете, каково было мое удивление, когда муж мне принес наконец-таки уведомление о том, что пришла посылка из Литвы. Там был указан регистрационный номер, который, кстати говоря, я выучила уже наизусть, потому что я каждый день вводила этот номер на сайте Почта России. И, слава богу, получила я посылку. Она была несколько потрепана даже какими-то отверстиями. Но Инга предварительно очень хорошо всё это дело упаковала, и поэтому ничего там не пропало. Всё было в целости и сохранности. Слава богу. Хочу обратиться к Почте России. Почте России ты ведёшь себя очень плохо, очень плохо работаешь, я очень ругаюсь, и, пожалуйста, не делай так больше. Я не знаю, имеет ли смысл всё, что я сказала, но будем надеяться. А вдруг? А вдруг? А вдруг? Давайте теперь приступим с вами к приятной части моего видео. Поговорим с вами о содержимом посылки. Сразу хочу сказать, что там лежало два замечательных литовских шоколада молочных. Я люблю именно молочные. Инга меня спрашивала об этом. Инга, большое спасибо. Шоколад был очень вкусный, действительно очень вкусный. Шоколад уже съеден, к сожалению. А я вам его, дорогие мои, показать не могу. Нет уже больше шоколада. Давайте теперь приступим к рассмотрению более приемлённых и менее вкусных, но тем не менее, не менее интересных вещей. Поехали. Итак, ну, прежде всего, это журналы. Журнал по вязанию. И, кстати, не только по вязанию. Вот в этом журнале представлены разные виды рукоделия. Вязание, квилинг, вышивка. Хотя, как вот мне кажется, вязание тут как раз-таки больше всего. Совершенно замечательные модельки. Квилинг. И даже я, кстати говоря, обнаружила такой вид рукоделия. Я не знаю, как это называется, но вот такая вот интересная конструкция с дырочками-колышками, на которую натягивается ниточка. А потом из различных переплетений делаются квадратики. Поэтапно тут всё расписано. И потом, соответственно, из этих квадратиков составляется плед. Такой вот плед. Первый раз с таким сталкиваюсь, честно говоря. Но, по-моему, тут очень интересный момент. Ну, и в основном вязание, вязание, вязание. Как сделаны многие журналы, по краям тут есть фотографии с картинками, а посередине чёрно-белая вставка с описаниями. Естественно, журнал на литовском языке, куда раздеваться. И парочка журналов по поводу работы с бисером. Я тоже, в принципе, это дело люблю. Поэтому мне повезло. У меня ещё одни бисерные здания появились литовские. Тут, конечно, есть и смешение техник и так далее и тому подобное. Вот, кстати говоря, то, что касается непосредственно бисера, то для меня лично наличие чётких строгих инструкций не является обязательным моментом. Для меня, наверное, важнее, чтобы было понятно, в какой технике это сделано и в основном идеи. Вот, кстати говоря, сутажная вышивка. Мне очень нравится этот момент. Обычно я видела, что таким образом делаются украшения, но, смотрите, идея. И всё это дело пришивается на клатч. В общем, совершенно замечательно. В общем, журналы мне, на самом деле, очень-очень понравились. Вот, так что будем вдохновляться. Инга мне прислала такую замечательную книжку по поводу одежды для собак вязаной. Опять-таки на литовском. Ну, что ж, что делать? Собак у меня дома нет, но у меня живут два канунских сфинкса. Их как-то надо утеплять. Мы с Ингой, в общем-то, решили, что вполне можно будет адаптировать одежду для собак к кошкам. Просто придётся немножко пересчитать петли и поменять пропорции, потому что, как вы, наверное, уже знаете, фигуры собачек и кошек немножко разные. Дело в том, что у собачек широкая грудная клетка и узкая талия, а у кошек, наоборот, довольно-таки узкая грудная клетка и объёмная талия с животиками. Вот у меня тут пришла зрительница изучать кошачью-собачью моду. Итак, я также стала счастливой обладательницей набора для создания открыток. Сейчас сделаю камеру поближе и буду показывать во всех подробностях. Которая состоит из конвертика, куда всё это дело можно положить. Собственно говоря, из заготовки. Но вот эта заготовка, в отличие от обычных заготовок подобного рода, состоит из двух сторон, а не из трёх. Но есть ещё дополнительно лист бумажки. Вот в данном случае он зелёненький к синенькому. И есть тоже второй набор, подобный же он, целиком зелёный. Это конвертик, заготовочка и опять-таки кусок бумажки. На самом деле очень зимние рождественские цвета. Совершенно замечательная магнитная доска для схем с тремя магнитиками. Мне, в принципе, этого не хватает. Тем более, что мой новый деревянный станочек не предполагает места для схем. Надо их куда-то девать. Так как я вышиваю рядом с подоконником, мне, в общем-то, есть куда поставить эту подставочку и где закрепить схему. На самом деле, очень нужная для меня вещь, очень-очень удобная. Сзади, в общем-то, вот такая вот штучка. Для того, чтобы подставка не падала и стояла. И, кстати говоря, вот в верхнем левом углу отверстие. Я так понимаю, что при желании всё это хозяйство можно и повесить. Итак, совершенно замечательный бисер Милл Хилл четырёх цветов. А у Инги осталось это от какого-то набора. Буквально там из каждого цвета по десятку бусинок. А всё остальное лежит. Не пропадай же добру. Знаю, что у меня есть какие-то бисерные проекты. Инга решила мне выслать бисер. Бисер совершенно замечательный. Мне уже есть чем сравнивать. И могу сказать, попробую поближе показать. Не знаю, сфокусируется, не сфокусируется. Не хочет фокусироваться. Ну, в общем, смысл того, что я хочу донести до вас, он в том, что, конечно, уш китайский-то с японским бисером сравнивать странно было бы даже, да. Бисер, я смотрела, действительно, очень-очень ровненький и очень одинаковый. Он скалиброванный. Поэтому, я думаю, что работать с таким бисером, вышивать или плести, неважно что, это одно удовольствие. И, конечно же, его не стоит мешать ни с советским бисером, ни с китайским, потому что разница будет видна сразу. И, конечно, эта разница будет не в пользу китайского или советского бисера. Так что, я этот бисер буду беречь для особых случаев. Я думаю, придумаю, что из него сделать. Цвета замечательные, яркие. Инга, спасибо тебе огромное. Ну, а дальше совсем интересно. А дальше у нас идет канва. Причем, то, что вы видите, это не единственная канва. В данном случае, вы видите, канву пластиковую. Делана она в США. 14 кан, как я понимаю. Кстати, очень она классная. Она очень-очень гибкая. Очень гибкая. Прозрачная. Я уже, в общем-то, нахожусь в раздумьях о том, что на ней такого гениального вышить. Итак, дальше по нарастающей. В этой коробочке лежит отрез канвы АИДА-14 черного цвета. Кстати говоря, вот черный канвы АИДА-14 у меня почему-то и нет. Инга чудесным образом просто угадала. Итак, я вытащила канву из конвертика. Снова развернем. Вот такой вот отрез получился. Не знаю, видно, не видно. По-моему, камера немножко сфокусировалась. Довольно-таки такое... Крахмальная канва. Очень хорошо держащая форму. А я могу со своей стороны сказать, что я люблю именно такого рода канву. Инга опять с этим делом угадала. Люблю канву, которая довольно-таки сильно накрахмалена, которая хорошо держит форму. Так что, я думаю, найду, что вышить на этом замечательном отрезе. Ну, а дальше совсем интересно. То, что вы видите. Ткань в клеточку. На самом деле, это не просто ткань, это канва. А, канва, равномерка, мурану. Так, это, скорее всего, изнанка. Вот здесь вот более яркая расцветка с этой стороны. Это мурану. Кто не знает, мурану это такая канва 32-го каунта. То есть, если мы вышиваем по всем правилам, через два переплетения, то соответствует вышивке на 16-й канве Аида. У меня, честно вам скажу, такого рода клеточка ассоциируется с уютным домом и с кухней. Поэтому мне очень хочется на таком отрезе вышить что-то кухонное, такое пирожное, наверное. Я думаю, что вышивка будет носить утилитарный характер, практически. И, скорее всего, это будет все это как-то украшать кухню, продавать уют. И, может быть, даже служить каким-то кухонно-хозяйственным целям. Всю жизнь мечтала, на самом деле, о такой канве. А в розничной именно продаже в Москве я подобного не встречала. Хотя, признаться честно, я не очень много рукодельных магазинов Москвы знаю. Наверное, я просто ленюсь искать, ходить, бегать и так далее. Не располагая, к сожалению, большим количеством времени для этого. А в основном, конечно, такие вещи более реально купить именно в интернет-магазинах. А у меня такая штучка есть. Представьте себе, по-настоящему у меня дома. И я могу делать с ней все, что хочу, с ума сойти, но это правда. И под конец, тадам, вы видите канву, которая имеет, если ближе посмотреть, структуру, наверное, канвы Аиды все-таки, так или иначе. Похоже, наверное, все-таки на 14-й кант, вроде бы как лен, да? Вы думаете, что это лен? Ха-ха, вы ошибаетесь. Нет, в том, что это лен, вы не ошибаетесь. Но какой это лен? Легким движением руки мы просто отвернем кусочек нашей канвы. Давайте вот так вот это сделаем. И смотрите, что там наоборот, она блестит. Она блестит серебряным блеском. Знаете, я, честно вам признаюсь, я первый раз в жизни такое вообще вижу канву, которая лен, которая при этом Аида и при этом вот таким вот образом блестит. С ума сойти, я уже на самом деле напрягла свой мозг с тем, чтобы подумать о том, что вообще из этого можно сделать. Удивительно на самом деле мерцание и блестит совсем не так, как обычно Аида с краплениями люрекса. То есть это какой-то совсем другой блеск. Он мокрый такой, знаете, вот шелковисто-мокрый блеск. Удивительная канва. Инга, большое тебе спасибо. Честно говоря, не ожидала, что будут настолько замечательные подарки. Я просто в диком восторге. Не знаю. Отрез на самом деле довольно-таки такой приличный. То есть вышивать, вышивать и вышивать. Ура! Друзья мои, это очень приятно получать подарки. Очень приятно их высылать, дарить подарки. Всех с наступающим Новым годом, с приближающимися праздниками. Пусть у вас у всех будет праздничное настроение. Много друзей, вдохновения. Обязательно теплый ароматный чай. В морозные дни. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.